Привет, друзья! Вы на канале Аппетисимо. Сегодня я поделюсь с вами второй технологией камомбера. Сделаем классический камомбер, который отличается нежной пластичной текстурой, с характерной подплавленностью и всеми любимой текучестью под корочкой. Как обычно, будет много секретов и нюансов, чтобы даже этот капризный сыр получился правильным и вкусным. Я начинаю с пастеризации молока, подогреваю его до 68 градусов, выдерживаю при этой температуре 10 минут и резко охлаждаю. После охлаждения в пастеризованное молоко я добавляю хлористый кальций, разбавляя его водой для восстановления баланса кальция в молоке. Его можно приобрести в сухом или жидком виде. Норма внесения на вашем экране. Переходим к важному этапу – выбору заквасочных культур для классической версии камомбера. В отличие от стабилизированного, в качестве основной нам потребуется мизофильная заквасочная культура. Для придания насыщенного сливочного вкуса и аромата, рекомендуется выбирать культуру с ароматообразующими бактериями в составе. Диацетилактисом или иконостоком. Даю вам примеры культур разных производителей, чтобы вы сделали правильный выбор. Также потребуются афинажные культуры. Традиционно это пенициллиум кандидум и геотрикум кандидум. В камомбере они практически коллеги. Сначала начинается развитие геотрикум кандидум, создающего все условия для правильного роста пенициллиум кандидум. В то же время геотрикум кандидум выполняет защитную функцию в наиболее уязвимые первые дни созревания, в условиях очень высокой влажности. Также очень желательно использовать дрожжи. Они помогут избежать отдельных пороков камомбера, таких как аммиачный запах, творожистая сердцевина. Для камомбера подходят дрожжи двух типов. Рекомендуется использовать первый тип. Это культура с маркировкой KL, либо же два вида дрожжей в одной культуре – KL и DH. Они также обеспечивают правильное развитие плесени и более плавное, градиентное изменение текстуры сыра. Будьте внимательны при выборе афинажных культур, читайте спецификации и рекомендации производителя. В них есть информация об активности культур, правильной дозировке именно для камомбера и влиянии на цвет, запах, текстуру, толщину корочки. И очень важно избегать передозировки. Лучше положить меньше, чем больше. Нарушение норм внесения, измерение без весов – это прямой путь к порокам сыра. Даже для очень похожих сыров камомбера и бри, нормы внесения плесени отличаются в 2-3 раза. Классический камомбер можно делать и без pH-метра. Для тех, кто работает с прибором, даю важную информацию по точкам pH. Начальная кислотность молока – 6,6-6,7. Значение pH перед внесением фермента – 6,2-6,3. Кислотность на сливе сыворотки – 6,0-6,1. И для получения правильной текстуры, pH перед посолом должен быть в диапазоне 4,6-4,9. Для тех, у кого нет pH-метра, я даю временные отрезки, по которым можно ориентироваться в значениях кислотности. Но учитывайте, что у каждого свое молоко, свои температурные условия и свои заквасочные культуры. Возвращаемся к рецепту и доводим молоко до температуры внесения культуры. Для классического камомбера – это 32-33 градуса. Рассыпаем по поверхности молока, ждем пару минут и хорошо распределяем по всему объему. На этом этапе вносятся как основные, так и афинажные культуры, без разделения их по времени. Причем афинажные культуры – плесни и дрожжи – могут наноситься либо в молоко на данном этапе, либо после посолки путем опрыскивания головок. Накрываем крышкой и даем культурам поработать. Для набора кислотности до значений 6,2-6,3. На это требуется разное время, минимально это 1,5 часа. В среднем набор кислотности занимает от 2 до 4 часов, в зависимости от начальной кислотности вашего молока. У меня на это ушло ровно 2 часа. Не стоит спешить и сразу вносить фермент. Набор кислотности необходим для того, чтобы вывести лишний кальций, обеспечив более нежную текстуру, а также для изменения буферной емкости молока для дальнейшего правильного набора кислотности. На следующем этапе доводим молоко до температуры внесения фермента и добавляем молокосвертывающий фермент, растворенный в 30-50 мл воды. Напомню с предыдущего видео, что для классического камобера, в отличие от стабилизированного, фермент вносится в количестве 70% нормы. Это связано с тем, что pH здесь ниже, а на низком значении pH, то есть при высокой кислотности, сгусток получается плотнее. Тщательно распределяем фермент по всему объему молока, останавливаем движение молока шумовкой и засекаем время до первичного образования сгустка. Для определения точного времени разрезания сгустка, кладем на поверхность молока легкую крышечку или стаканчик, обдав кипятком. Сначала она будет свободно двигаться. По мере когуляции молока, движения начнут ограничиваться, и в какой-то момент она остановится и прилипнет к молоку. Это и есть точка флокуляции. А время флокуляции у нас на часах. Сегодня у меня 15 минут. Для камобера лучше придерживаться именно этого значения, от 12 до 15 минут. Далее нужно рассчитать правильное время разрезания сгустка. Подсказываю для новичков. Сначала определяем время флокуляции, то есть время от внесения фермента до остановки крышечки. У меня 15 минут. Это количество минут умножаем на 6, так как мультипликатор флокуляции классического камобера равен 6, и получаем время от внесения фермента до разрезания сгустка. В моем случае это 90 минут. А теперь посмотрим на моем примере. Я внесла фермент 12 часов. Время до остановки крышечки составило 15 минут. 15 умножаю на мультипликатор 6, и получаю 90 минут. Это время от внесения фермента до разрезания сгустка. Значит, сгусток я должна разрезать в 13.30. Прошло полтора часа, и мы переходим к обработке сгустка. Здесь есть три способа. О каждом из них я расскажу подробно и пошагово. Один из них это камобер с неповрежденным сгустком и формованием слайсами. В этом случае мы не разрезаем колье, а отсекаем от сгустка тонкие пластинки с помощью шумовки. Важно, чтобы ее диаметр не превышал диаметр формы. Сгусток выкладываем в три этапа, с перерывом между ними в полчаса. За это время происходит небольшое оседание за счет оттога сыворотки. Важно, чтобы слайсы были достаточно тонкими. Следующие два способа предусматривают разрезание колье. Сначала разрезаем сгусток по вертикали шагом от 2 до 4 см. Размер варьируется и зависит от последующего способа постановки зерна. Я обычно останавливаюсь на варианте размером в 1 дюйм 2,5 см. Способы обработки зерна тоже варьируются. Это может быть вариант без вымешивания, когда разрезанное колье сразу перекладывается в формы. Второй вариант. Постановка зерна в 3 промеса с паузами в 10 минут. В этом случае зерно отдает часть влаги уже в кастрюле. Для себя я выбираю именно этот способ, обработку зерна в 3 промеса. Делаем паузу в течение 5 минут и начинаем разрезание сгустка по горизонтали. Шаг остается тем же от 2 до 4 см. Следующую паузу делаем чуть длиннее, в течение 10 минут. После этого я делаю первый промес, один раз прокручивая зерно по кругу, не позволяя ему слепаться. И снова делаю паузу в течение 10 минут. Возвращаюсь к зерну и делаю второй промес. Даю ему отдохнуть еще 10 минут. И финальный промес. Зерно должно оставаться мягким, нежным, лишь со слегка скругленными краями. Еще через 10 минут отдыха можно раскладывать зерно по формам. Не забудьте предварительно обработать формы, погружая их в кипяток. И обязательно охладить до температуры зерна. Для камамбера можно использовать форму с дном или форму цилиндра без дна. И самое главное, формы должны обеспечивать хороший дренаж. Идеальный диаметр форм для камамбера от 8 до 12 сантиметров. Стандартная высота головки камамбера 2 до 2,5 сантиметра. Это значит, что высота наполнения форм зерном должна быть от 10 до 12 сантиметров. После выкладки зерна переходим к очень важному этапу – дренажу. От его правильности во многом будет зависеть результат. Здесь важно добиться соответствия времени набора кислотности и времени отделения сыворотки, чтобы к концу самопрессования головки получились не слишком сухими и не слишком влажными. Оптимальная температура в помещении от 20 до 28 градусов. Дренаж классического камамбера занимает от 12 до 24 часов, до набора кислотности 4,649. Ближе к значению 5,0 набор кислотности приостанавливается, и дальнейшее снижение значения pH идет очень медленно. Поэтому, если вы делали сыр во второй половине дня, можно оставлять его на самопрессование и на всю ночь. Это связано с буферной емкостью молока. Говоря простыми словами, буферная емкость – это своеобразная защитная система молока от его окисления. Во время дренажа важно делать переворот головок с определенной периодичностью. Первый переворот головок делаем через полчаса, следующий через час и далее по схеме. Если вы делаете камамбер без pH-метра, оставляйте головки на самопрессовании в течение 12 часов. А через 12 часов смотрите на влажность головки. Это и будет для вас главным показателем, когда заканчивать самопрессование и переходить к посолу. Через 12 часов самопрессования значение pH дошло до отметки 4,87, а значит можно переходить к взвешиванию и посолу. Оптимальный вес головки камамбера от 170 грамм при диаметре 7-8 см до 300 грамм для 12-сантиметровой головки. Стандартная головка камамбера, которая идет на прилавок магазина, имеет диаметр 10,5-11 см и вес около 250 грамм. Из 5 литров молока у меня получилось 4 головки камамбера общим весом 867 грамм. Обязательно запишите вес каждой головки, чтобы правильно рассчитать количество соли. Переходим к посолу сыра. Здесь возможно два варианта. Покажу вам оба. Первый из них это посол в рассоле. Важно рассчитать время посола для каждой головки в отдельности в соответствии с ее весом. На каждые 100 грамм сыра 25-30 минут посола. Концентрация соли в рассоле должна быть не менее 18%. Оптимальная температура рассола 10-14 градусов. Плюс этого способа в том, что идет равномерная просолка строго по времени. Минус в том, что такой рассол можно использовать исключительно для сыров с белой плесенью во избежание контоминации. Еще один вариант – посол с сухой солью. Преимущество посола с сухой солью в том, что поверхность сыра остается мягкой, не уплотняется как при использовании рассола, что впоследствии обеспечит правильную обсушку. Рекомендуется использовать неюдированную соль среднего помола. Сухой посол идет до полного впитывания соли при температуре 10-14 градусов. Норма соли от 1,3 до 1,5%. В идеале количество соли рассчитывается на каждую головку, но в случае, если вы используете одни и те же формы и головки одинаковые по весу, либо делаете камобер большой партией, допускается расчет по общему количеству. Внимательно отнеситесь к посолу. Недостаточное количество соли в камобере может стать одной из причин горечи. На следующем этапе после полного впитывания соли идет обсушка в течение 1-2 дней, в зависимости от влажности головок. Оптимальная температура 12-16 градусов. Не нужно добиваться корочки и заветривания. Задача здесь совсем другая. После посола мягкие сыры какое-то время отдают избыточную влагу, особенно со стороны контактной поверхности, то есть снизу. И под головками могут образовываться буквально лужи. Поэтому очень важно использовать сетчатый поддон или решетку с дренажным ковриком, чтобы низ головки не был в прямом контакте с контейнером и несколько раз в день удалять влагу. Обсушка имеет большое значение и позволяет подготовить головку к правильному развитию плесени. Помимо четкого следования технологии производства камобера, крайне важно обеспечить его правильное созревание. Именно на этом этапе возникает больше всего причин для развития порока вкуса, консистенции и запаха. Поэтому серьезно отнеситесь к рекомендациям. На этапе созревания особое значение имеют три составляющие. Одна из них это влажность, включающая как влажный сыр на головке, так и правильную влажность внутри контейнера. Следующая составляющая это температура созревания. Лучше всего, если она будет меняться в соответствии с каждым этапом созревания. И третья составляющая успешного камобера это правильный воздухообмен. Он позволяет корректировать влажность головки и обеспечивает развитие плесени, которой требуется кислород. А теперь подробно о каждом этапе. На первом из них доминирует рост геатриком кандиду, который подготавливает почву для развития пеницилем кандиду. После обсушки головок на первом этапе созревания важно обеспечить все условия. На дно контейнера кладем несколько слоев бумажного полотенца, которое будет забирать лишнюю влагу. Дальше важно приподнять головки хотя бы на полсантиметра, чтобы исключить контакт с питывающим полотенцем. Для этого подойдет подложка для раковины, пластиковая решетка, сетка. Кладем дренажный коврик с головками камобера. Крышка контейнера должна быть приоткрытой, чтобы обеспечивать воздухообмен. Также подойдут контейнеры со специальным клапаном. В идеале работа геатриком кандиду заметна уже с 3-4 дня. Это проявляется в небольшой липкости головки, а также развитии специфического запаха. В зависимости от штамма, это может быть не очень приятный запах прелых фруктов и овощей, квашенной капусты или чеснока. В идеале такой неприятный запах уходит на 7-10 день. Если этого не произошло, следите за влажностью и приоткрывайте контейнер на 1 треть, тем самым создавая хороший воздухообмен. На первом этапе созревания нам нужно делать переворот головок 1-2 раза в день, салфеткой убирать избыточную влагу и не забывать про воздухообмен. Температура созревания 12-14 градусов. В обычном холодильнике это может быть верхняя полка или отделение для фруктов. Оптимальная влажность в контейнере 85-90%. Длительность первого этапа от 4 до 7 дней до начала развития плесень. Переходим ко второму этапу созревания, где доминирует пенициллиум кандидум. А мы в свою очередь создаем все условия для его правильного развития. Понижаем влажность до 80-85%, чуть больше приоткрывая контейнер. Если у вас холодильник No Frost с мощным воздушным потоком, щель в контейнере лучше накрыть полотенцем. Если есть возможность, понести температуру на 2 градуса, например, переставив контейнер на другую полку. Продолжаем ежедневно переворачивать головки, удалять конденсат из контейнера и не забываем про воздухообмен. Длительность второго этапа созревания от 7 до 17 дней до полного обрастания головок плесенью. Плесень может развиваться неравномерно, головки с повышенной влажностью обрастают немножко медленнее, а в местах, куда попала капелька конденсата, плесень появляется в последнюю очередь. В норме развитие плесени завершается к 10-14 дню от начала созревания. Обычно проблема медленного роста плесени связана с повышенной влажностью головки. После обрастания плесени переходим к третьему этапу созревания, где важно притормозить развитие плесени, чтобы шли правильные обменные процессы внутри головки. Для этого мы понижаем температуру и влажность до 8 градусов и 70 процентов и переходим к заворачиванию головок в бумагу. Это также имеет особое значение при созревании, притормаживая рост плесени, развитие плотной корки и в то же время сохраняет уже подсохшие головки от пересыхания. Это также часть технологического процесса. Упаковываем по окружности, делая складки из бумаги внахлёст. Очень важно при упаковке, чтобы между бумагой и головкой не оставалось пространство, иначе рост плесени продолжится. Не обязательно использовать специальную бумагу для камомера, хорошо подойдет силиконизированный пергамент. Специальная бумага состоит из двух слоев, внутрь не впитывает лишнюю влагу, защищает от пересыхания. Если покупаете бумагу для камомера, берите обязательно перфорированную, которая обеспечивает воздухообмен. Те же задачи может обеспечить силиконизированный пергамент. А для воздухообмена нужно сделать небольшие проколы иглой. В таком упакованном виде сыр будет созревать еще как минимум неделю. Итого, общее время созревания камомера от 3 до 4 недель. Срок хранения классического камомера 20-30 дней после созревания. Пришло время первого кусочка. Головка хорошо сохранилась в бумаге. Корочка осталась тонкой. Текстура сыра однородная. Нежная, мягкая, подплавленная. Какой она и должна быть. В центре отсутствует творожистость. А через час при комнатной температуре в классическом камомере появляется та самая, всеми любимая текучесть под корочкой. Планирую в будущем показать вам еще одну технологию камомера, которая объединяет в себе все самое лучшее от классики и стабилизированного камомера. Увидимся в новых видео на канале Аппетисимо.